Добрый вечер. Ну, если не дай бог, происходит какое-нибудь ДТП без жертв. Иванов помял машину Петрова. Что происходит? Приезжает обязательно ГАИ, и инспектор от лица государства выступает в качестве посредника. Посредника занимается оформлением документов, после чего в группе разбора выносится вердикт. Один виноват, другой не виноват. И, а дальше что происходит? Виноватого штрафуют. В чью пользу? В пользу посредника, в пользу государства. Вот Иванов нанес ущерб Петрову, приходит Сидоров, Сидорова коза, такая государственная, и говорит, мне денежки, пожалуйста. Меня не волнует, в принципе, чего и как, деньги дайте. Человека штрафуют, и государство становится выгодоприобретателем от этой маленькой человеческой неприятности. Если происходит ДТП с жертвами, ну, даже не то, чтобы жертвы были с летальным исходом, но средней тяжести телесные повреждения, это как минимум 21 день в больнице, это весьма серьезно. Раньше за это давали несколько даже лет на нарах, сейчас это штрафуется. И Иванов испортил здоровье Петрову, появляется государство, посредник, Сидоров, и назначает на виноватого накладывать штраф. В чью пользу? В свою собственную. Выгодоприобретателем от этого человеческого горя становится государство. Причем штраф, в случае, если это средней тяжести телесные повреждения, составляет 25 тысяч рублей. То есть, ты здесь вообще ни при чем. Ты приехал, оформил бумажки, заработал на этом деньги, дальше люди разбираются сами. Если ущерб здоровья настолько тяготит несчастного, он может по гражданскому кодексу требовать возмещения ущерба. Государство уже не вмешивается в эту ситуацию. Государство, как посредник, заработало и отвалило. У нас на протяжении всей современной, нынешней нашей истории, то есть уже даже больше, чем 20 лет непонятно какого государства при непонятно каком общественном строе, хотя мне кажется, что мы сейчас переходим от рабовладения к феодализму так аккуратненько, постепенно. И вот 20 лет этого непонятного момента существования, тем не менее, дали нам легкий всплеск европейскости в жизни, когда кто-то позволяет себе вчинять моральный иск, так называемый моральный ущерб. Методики определения морального ущерба нет, поэтому суд каждый раз должен найти какие-то веские основания для того, чтобы Иванову, например, заплатить 100 рублей. При том, что никак невозможно вычислить ввиду нематериальности данного события истинную сумму ущерба. Кто-то говорит, я вот знаете, страдал так, что после этого кушать не могу. И вся моя жизнь потеряла всякий смысл, потому что я до этого был большим специалистом и гурманом, а сейчас я ем всего-навсего комбикорм, мне этого достаточно. Вот это никого не волнует. В Америке мы помним, что существовало очень много различных эпизодов, в том числе попавших в кинематограф, когда кто-то против кого-то иск по моральному ущербу вчинял такой, что проще было застрелиться, чем его выплатить. У нас подобной методики нет. И судьи аккуратно говорят, что да, конечно, было бы очень неплохо, если бы мы как-то отработали вот этот момент, кто кому и сколько чего должен. Поэтому, когда затрагиваются интересы граждан и есть реальный моральный ущерб, вычислить его невозможно. Судья в каждом отдельном случае должен конкретно разбираться, сколько, на его взгляд, тут может быть как-нибудь разрешить человеку получить денег с другого, хотя при этом еще нужно учесть свой собственный интерес, потому что ты подотчетен, придет начальник и спросит, а почему это ты ему разрешил, например, 100 долларов, а не 3 рубля. И при всем при том, если нам нужно назначить сумму акциза, сумму штрафа, какой-нибудь тариф, ОСАГО, моментально, методики нет, но сумма находится тут же. Она берется из ниоткуда, но молниеносно. Ну, например, вот ты отказался от медицинского свидетельствования на состояние алкогольного опьянения, штраф 30 тысяч. Опять-таки в пользу государства. Государство, видите ли, в этот момент ущемлено в своих материальных правах, поэтому оно наказывает тебя взысканием 30 тысяч рублей. Кроме того, что тебя на 2 года лишают права управления, то есть ты получаешь двойное наказание, потом, правда, ты получаешь третье наказание, но в данном случае не об этом речь. То есть государство на тебе заработало 30-ник, оно откуда вычислило эти 30 тысяч? Вот оно с какого потолка взяло 30? А 50, когда ты едешь, уже будучи лишенным в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, что тебя закатают на несколько лет, 50 тысяч откуда берется? Есть методика определения? Нет. Почему же, когда это касается наших интересов, нашего ущерба, наших проблем, наших трудностей, государство абсолютно беспомощно, оно понесенимит, ну как же мы можем определить степень ваших моральных страданий? Мы не знаем, мы в неведении. А как же мы можем определить, какой ущерб нанесен тем, что ты мента поганого послал подальше и сказал, что я не буду продуваться? А мы точно знаем, это 30 тысяч. Вот зуб даем. Всей Государственной Думой даем зуб. 30 тысяч. Почему происходят подобные вещи? Потому что в основе нашего государства, кроме того, что оно переходит от рабовладения к феодализму, существует древний постулат о том, что мы существуем для государства, а не государство для нас. При этом мы можем находиться в состоянии рабовладения, феодализма, мы можем находиться в состоянии империализма, который, как известно, финальный, загнивающий стадии капитализма. И тем не менее, мы пишем себе всегда блистательные документы. Посмотреть нашу Конституцию любого года, 36, 77, 93, великолепно. Власть принадлежит народу. И как народ ее реализует? На полную катушку. Мы выбираем себе депутатов, которые от нашего имени, в наших интересах, нам делают такие штрафы, делают такие взыскания, делают такие акцизы, налоги, поборы, что после этого вообще непонятно, вы к какому народу имеете отношение? Вы чьи интересы отстаиваете? Но по документам, если посмотреть, власть принадлежит народу. Мы когда-нибудь жили по этим документам, которые мы написали? Нет, никогда. Сколько бы лет не прошло, какая бы власть не была на дворе, и неважно кто это, Гауляйтер, президент, царь, Золотая Орда. Мы всегда существуем строительным материалом для интересов государства. Государство с нами не считается никогда и ни в чем. Именно поэтому государство всегда назначает нам, как своим подданным, как своим подчиненным, управляя нами, свою волю. Иногда эта воля сводится к тому, что мы должны чего-то им отдать или что-то отработать. Вот, например, в 1931 году страна строила Беломоро-Балтийский канал, она должна была отработать. В 1917 году страна должна была отдать. Все были буржуи, поэтому награбленные должны были вернуть. Теперь мы вернулись к ситуации IX века, когда мы платим дань. С IX века на Уссии известно дань как явление. Мы должны денег государству в виде штрафов, которые непонятно откуда берутся, в виде вот этих платных парковок, которые тоже непонятно откуда берутся, в виде всех тех сборов и податей, которые нас обложили со всех сторон. И государство в этой связи с легкой иронией воспринимает наши порывы и попытки поставить его на место. Мы пытаемся как-то обозначить, что, например, ОСАГО это же не бизнес. Страхование бизнес. А ОСАГО это инструмент социальной поддержки. Ха-ха, три раза. Ведь не случайно страховщики заменили слово выплата словом убыток. Они, когда выплачивают один рубль, они пишут убыток один рубль. Они, когда выплачивают сквозь слезы 5 рублей, убыток 5 рублей. Хотя, по закону им определена убыточность 77%. То есть, они должны 77% денег, собранных с нас, нам вернуть. 23% это так называемые расходы на оперативную деятельность, они составляют как раз те самые положенные деньги, которые они могут себе оставить. Все, больше они не смеют. Еще по закону им определена 5% прибыль. Она не обязательно. Она допускается. Страховая компания в виде страхования по ОСАГО она может получить 5% прибыли. Все. Попробуйте прийти в страховую компанию и сказать, что это они для нас, а не мы для них. Но, как минимум, они криво ухмыльнут. Попробуйте куда-нибудь в государстве к любому чиновнику прийти и сказать, что он существует для вас, а не вы для него. Это будет очень смешно. Рональд Рейган, не самый уважаемый, не самый блистательный американский президент в свое время сказал блистательную фразу. «Правительство забывает, что должно служить избравшего ему народу, а не управлять его». Но эта цитата половинчата, потому что, на самом деле, вырвана из контекста. Рональд Рейган дословно сказал следующее. «Огнестрельное оружие служит дополнительной гарантией и еще одним напоминанием, что народ и правительство равноправны. И это напоминание приобретает особую актуальность тогда, когда правительство забывает, что должно служить избравшему его народу, а не управлять им. Вот как раз, например, украинцы, они потихонечку пришли к тому, что им надоело, когда государство управляет. Они где-то в чем-то равноправны. Мы пока нет. Поэтому, какую картину мы имеем? Мы, куда бы ни обратились, мы видим облик государства, который прекрасно понимает, что его главная доблесть по отношению к нам это запрет. Главная доблесть представителя государства в цивилизованном мире, где-нибудь в той же самой Америке, это разрешить. Вот для полицейского упоительно в Америке, когда он говорит, да, я понимаю, что вот здесь вы не можете проехать, не нарушив, я вам сейчас разрешаю вот здесь так проехать, как вам нужно. В принципе, не надо этого делать, но я вам сейчас разрешаю. Ха-ха, три раза. У нас подобная картина, но как минимум, это нонс. Это разница систем, это разница ситуации. И вот мы даже не ищем выхода из этого положения. Мы просто смотрим, как будут дальше разворачиваться события. Наши собратья по разуму украинцы, вызывающие все больше и больше уважения, уже забыли про то, что отправной точкой их конфликта были какие-то попытки то ли вступить в Евросоюз, то ли не вступать в Евросоюз. Это уже никого не волнует. Сейчас там уже следующая стадия. Там сейчас идет разборка под названием «А давайте-ка мы посмотрим, откуда у вас власть, с какими полномочиями и что с этим делать дальше». Вот дорожная сфера, она как раз для того, чтобы начать понимать истины. Дальше политика. Новости. На морозных дорогах Москвы вольготно, оживленно, и там на все 4 балла резвится наш лось. Мейл двигается с определенными затруднениями, 6 баллов. 65, 10, 9, 9 и 6. Давайте наконец-то пообщаемся. Антон, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Первый день. Здравствуйте. Добрый вечер уже. Да, уже вечер. Очень рад вас слышать. Спасибо большое за передачу вашу превосходную. Спасибо вам. Сергей, уже вот слушаю вас, наверное, на протяжении лет двух точно, и с помощью вас, ваших, вернее, советов. Я купил машину себе, и супруги купил, в общем. В общем, жизнь наладилась наконец-то при помощи моих советов. Да, поэтому вопросы я полностью закрылся. У меня вопрос к вам, как к специалисту, не только в автопрофиле, но и вообще вот сейчас происходят очень такие печальные события на Украине. Я бы хотел вас спросить, а как вот именно вы видите дальше, как будут развиваться там события, что вообще будет? Спасибо вам за высокую оценку широты моего профиля. Я сильно подозреваю, что поскольку теперь уже этот народный протест не совсем народный, но он вышел из-под контроля оппозиции, перспективы не блистательные, потому что именно это и есть гражданская война. Вот она потихонечку начинается. Так, Антон вопрос оставил один на один со мной. Вот там начинается гражданская война, потихонечку там жгли автобусы, теперь уже уничтожают друг другу. Власть слабенькая, злобненькая, глупенькая. И вот сегодня, например, у нас был специальный официальный представитель посольства МИДа, рассказывавший о том, как это все неправильно, когда люди вот подобным образом позволяют себе протестовать. Нет, люди, знаете ли, они вот в этом отношении абсолютно правы, поскольку только им и видно, как нужно. Это вот то же самое, как Азаров, который перед тем, как свалить Швейцарию, рассказал о том, чем отличаются боевики от оппозиционеров. Если власть вломила оппозиционеров, значит, собственно, они таковые и есть. А вот если оппозиционеры вломили власти, значит, это все-таки боевики. На Украине сейчас происходит очень неприятное развитие событий. Эскалация обретает неуправляемые формы, и милиция уже прекрасно понимает, что ей лучше не соваться, поскольку убивают. А власть там, ну, Янукович надоел настолько всем, он до такой степени всем надоел, и у него настолько бандитская повадка, и он до такой степени мелкий воришка, что даже как президент, он все равно в своей логике и поступках руководствуется представлением о мире с позиции мелкого воришки. Вот кастет в кармане и гоп-стоп во дворе. Вот, собственно, и все. Ну, дорос человек уже до такого глобального гоп-стопа. Плохо то, что у этой ситуации серьезного какого-то варианта стоп-крана уже не существует, ее остановить не получится. И картина происходящего по захвату власти в регион говорит о том, что доплевали они уже на это евро, уже не нужен никакой не евро-майдан, не интеграция с Европой, уже нужно просто скинуть Януковича. А вот обычно власть, особенно когда она такая тупая и озлобленная, она позволяет себе очень неприятные вещи. Мне в этой связи больше всего нравится реакция наших. Наши серьезно испугались. Наши, конечно, чуть в этом отношении посильнее сидят, но это как со шкафом. Чем он выше, тем больше грохота в момент падения. Павел, здравствуйте. А, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. А вы случайно по совместительству не работаете директором института политологии, так что-то или просто настолько тонкие вот у вас такие, не тонкие, а в общем обширные познания во всех областях. Очень здорово. Знаете, Павел, простите, сразу отвечу, это свойственно многим людям после сорока. Иногда после сорока в годах, иногда после сорока в градусах. Отлично. Ну, я тоже, да, где-то так, с 70-го года рождения, меня тоже на это очень так здорово потянуло. Я хотел вот что спросить, вот как-то и в одной передаче вас спрашивали, как можно стать журналистом, да, что надо закончить, какой факультет. И вы сказали, в принципе, не надо ничего не заканчивать, надо почитать тот и тот и тот, вот какую-то литературу. Я это мимо ушей тогда пропустил, сейчас все время вспоминаю те ваши вот слова и до сих пор вот удивляюсь, насколько вы во всех областях эрудированы. могли бы повторить, что там почитать. На журфаке Яси Николаевич Засурский, почетный ректор, а до этого бессменный реально действующий ректор, всегда говорил первокурсникам, что единственное, кого мы из вас не сделаем, это журналистов. Мы можем вам дать определенные знания, получится у вас после этого или нет вступление в профессию, зависит только от вас. Поэтому я не одинок в представлении о том, как становятся журналистами. И большинство приличных журналистов это как раз люди, имеющие какое-то представление о жизни не благодаря журфаку, а благодаря либо жизненному опыту, либо другим институтам. И особо ценится как раз журналист, который еще хоть что-то, кроме журналистики, знает. То же самое, как человек, который закончил, например, инъяс и является переводчиком с английского, он не нужен, в принципе, никому, потому что он больше ничего не знает, он умеет говорить по-английски. А то, что ты умеешь говорить по-английски, от этого ты не становишься востребованным специалистом. О том, как становиться журналистом и что люди читают, все так или иначе по путям не пересекаются. У каждого свой маршрут. Могу только... База. Ну, база тоже у каждого своя, ведь человек формируется семьей и обществом. Если и там, и там не повезло, это совсем плохо, если хоть там, хоть там повезло, это уже как минимум на 50% успех. У меня в детстве настольной книжкой был сборник жуки на булавках, расстрелянного в 1944 году антисоветчика Аркадия Бухова. Аркадий Бухов, он вместе с Аркадием Аверченко создавал журнал Сатирикон до революции. И если Аверченко смог покинуть нашу страну и умер тихо в Праге, то Бухов был расстрелян. Именно за то, что он неплохо жил до революции. Жуки на булавках это сборник, изданный в 1972 году. И сейчас уже Бухов, Аверченко, Теффи это легализованные авторы за чтение их пока еще не расстреливают. И как учебник понимания, иронии, учебник остроумия, это, на мой взгляд, база. Она очень интересная, потому что Бухов, он мастер короткого рассказа, он парадоксален, блистателен, и у него великолепный русский язык с очень интересным чувством слова. Он этим словом пользуется как инструментом. Из современных рядом стоит Михаил Веллер. У него русский язык такой же живой, такой же образный, такой же точный. Если почитать Веллера, то, конечно, у него признак высочайшего профессионализма это в том, что невозможно порядок слов нарушить. Выкидывайте хотя бы одно слово из абзаца, рушится вся конструкция. Но там каждое слово по месту. При этом, конечно же, Аркадий Бухов писал на материале его эпохи, Михаил Веллер пишет на материале нынешней эпохи. И у него вышла книга несколько лет тому назад, уже, наверное, с десяток лет тому назад, «Гонец из Пизы». Я эту книжку подарил очень многим людям, практически всем своим друзьям и всем с одной и той же дарственной надписью. И когда я как-то раз в этой жизни встретил Михаила Веллера, я к нему подошел, сказал, спасибо вам большое за то, что вы написали, отдельное вам спасибо именно за книгу «Гонец из Пизы». Я эту книгу подарил всем своим друзьям, вот в количестве, сколько у меня есть друзей, и всем, с одной и той же дарственной надписью. Я сказал, что когда в нашу страну вернется 37-й год и всех начнут расстреливать ни за что, вот нас начнут расстреливать за дело, за то, что мы прочитали вашу книгу «Гонец из Пизы». Вот между этими двумя книгами, между этими двумя полюсами иногда получается журналист. При том, что я не журналист, у меня это такое хобби, я так развлекаюсь по вечерам возле микрофона. Профессия у меня совершенно другая и совершенно с другой области. Да, я это все помню, все знаю. Спасибо, обязательно посмотрю вот эту литературу, а по сегодняшней теме, а вот, например, в других странах на чем основываются штрафы? Вы говорите, вот у нас отталкиваются непонятно от чего, а там, например, то есть у меня вот родственники приехали из Португалии, да, там со мной по Москве прокатились, и, ну, сказали, тебя бы уже тут на тысячу, там, несколько евро уже бы давно штрафовали, то есть, а там откуда отталкиваются? Там по-разному, у кого-то, например, штраф является процентом от дохода, и если в Финляндии поймали владельца фирмы Нокиан, то за превышение скорости ему вчинили штраф в 250 тысяч евро, только потому, что у него... Ни в коем случае нет. В других странах есть экономический расчет, когда от среднего уровня жизни, вот, например, в Монголии, а в Таиланде назначают в палках за пьяную езду, там, 40 палок по попе, после этого человек обычно, если не умирает, то очень долго пьет горькую, потому что другого способа заглушить представление о жизни у него не получается. То есть, в каждой стране по-своему, но вот меня в нашей стране, при нашем государстве, которое несет перед нами теперь уже никаких обязательств, образование платное, медицина платная, штрафы на каждом углу, еще и государство является выгодоприобретателем при любом конфликте между гражданами, потому что оно обязательно кому-нибудь придумывает штраф и забирает его себе. Я не понимаю, почему не в пользу того несчастного, на кого эта беда обрушилась. Ответа, естественно, нет, тем более, что у нас не существует методик вычисления чего бы то ни было, и когда у нас назначается один литр топлива стоит столько-то, в советское время у нас у экономистов был свой внутренний профессиональный анекдот, когда они пытались в госплане высчитать неважно что, они говорили, давайте мы сначала попытаемся определить, сколько у нас стоит один киловатт-час электроэнергии. При социализме этого тоже никто не знал. Перерыв на новости. Нашлось, сбавил темп, у него теперь уже пять баллов, хотя по-прежнему движение безупречное и можно нормально двигаться по морозному городу. Ну, на мейле шесть баллов, затруднение, ехать, в общем-то, не так легко. 65, 10, 9, 9 и 6. Василий, здравствуйте. Ой. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да я... Здорово, Николай. Я ждал вас 20 минут. Хотел бы вас спросить по поводу Североэна Берлингу. Ух ты. 2011 года, я два года, третий год на нем катаюсь, то есть гарантии я уже слетел. Хотел бы знать, что от нее ждать. Машинка мне уже не нравится. Это замечательная машинка. У вас эталон. Вот то, на чем вы катаетесь, является отправной точкой для немецких потуг догнать и перегнать. Это тот редкий случай, когда немцы гонятся за французами и говорят, мы тоже умеем, мы тоже умеем, у нас Вольцваген, мы тут сейчас... Ну, кроме Опеля, который сказал, ой, а мы даже и тягаться не будем. Вот я, кстати, я рассматривал Вольцваген Кадди там, но... Да, конечно. Цена, конечно, не понравилась. Ну, машина, конечно, багажник там грузовой. Ничего, пластмасса не прикрыта. То есть там как-то, ну, не понравилось, неаккуратно. У французов как-то это все по-домашнему сделано. Ну, у каждой из этих машин есть разные комплектации, вы Берлинга тоже могли себе взять сарай на колесиках, но вы взяли себе нормальную, в которой и семью не стыдно, и самому по работе тоже нормально. Да, 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 совершенно верно. Я просто хотел бы узнать, что от нее ждать, потому что как-то слышал, что у них цепи слабенькие. У них движется, говорят, от БНЗ. А у вас какой? 120 лошадей? Да, да, 120, 120, да. Ну, там не то чтобы цепи, там вот эта высокая технологичность, технологичность, она по углам рассована разными всякими знаками припинания. Но у вас за два года ничего не вылезло, поэтому... Ну, была проблема с термостатом, но это... Ну, это не то. Это, что называется, нюансы комплектующих. В остальном, там очень большие трудности были по маслу, которое не всегда помещалось в предназначенный объем, там узенько не получается. Там в головке, например, если смотреть на двигатель сверху, вот просто стоя над ним, там в левом нижнем углу, например, есть очень хороший клапан, который просто обмерзает и в момент запуска выключают половину функций и возможностей, предназначенных для того, чтобы это все нормально работало и прогревалось. И там, чем более высоко технологичен мотор, тем больше в нем залежи человеческого интеллекта. И можно всегда поломаться о какую-нибудь хитрую гаечку, хитрый болтик, хитрый паз, хитрую дырочку, хитрый шланг и хитрый клапан. Но у вас все это прошло. Вы нормально ездите на этой машине и, судя по всему, вы ее любите. Она это чувствует, как женщина. Да, машина очень понравилась. Конечно. Вот и разница. Это французская женщина, новосилия, которая к ней со всей русской душой отозвалась... Она есть. Да, все. Видите, нет проблем. И сколько бы на форумах вы не считали, что цепь растянется, что успокоитель цепи оторвется, что масло закоксует всю головку, что ее придется менять по гарантии. Где эти проблемы? А нету. Ну, я же вроде спокойно сильно не насилую ее. Правильно. С французской женщиной с ней нужно вот именно так. По-французски. Конечно. И у этих машин еще, как у любого цивилизованного европейца, у них определенная требовательность к перегрузу. Как только вы начинаете в нее кидать тонну, у нее, естественно... Нет, нет, нет. Нет, мы такого не позволим. Да, опять-таки... Нет, Василий, вы идеальный водитель для французской женщины. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Я в эфире? Да, все. Вот теперь вы в эфире. Пользуйтесь. Слава Богу. От трешки до белой дачи доехал, пока ждал. Так бывает иногда. Бывает. Ну, да, да. Сергей, очень приятно вас слышать. Постоянно слушаю ваши передачи. Спасибо вам. Значит так... У меня по Украине я сказал там... Не хочу на эту тему говорить, сразу карма нарушается. Начинаю верничать. Не хочу вообще. Про штрафы, вот то, что вы сегодня сказали, еще один маленький бы момент я доставил, добавил. Добавил. Государство еще и не может... в лице государства судебные приставы не могут нам вернуть то, что нам должны. Не могут. И не собираются? Потому что... С какой стати вам-то? Да, да, да. Это вот... Это реально, на самом деле. Вот ты должен, товарищ, 300 с лишним тысяч, выспичал наркоман, отдолбанный мне в лоб, по суду мне все присудили, приставы мне прислали бумагу, мы его не можем найти. Конечно, конечно. Вот нам все получили деньги, адвокаты, судьи, кришники. Знаете, когда Ходорковский выпил всю нефть из крана, его моментально нашли и два раза даже отобрали у него налоги. А вот когда нужно 300 тысяч вернуть не себе, а вам, знаете, нет шансов найти человека. Где он? А даже когда его поймают, выяснится, что у него кроме трусов больше ничего нет. Совершенно верно. Так, теперь вопрос про машину, если позволить. Конечно. Значит, мне 55 лет. Активно участвую в одном из автоклубов. Часто ездим на далекие расстояния, в Финляндию, в России. Вот. Но задумался я менять машину. У меня машинка сейчас Nissan Premier P12 Universal. Она у меня уже 5 лет. задумался о Chevrolet Orlando, так как устраивает как бы габаритами. Что вы можете сказать об этой машине? Теперь уже ее можно брать совершенно спокойно. У нее первые пару лет были очень серьезные проблемы по качеству комплектующих. Корейцы, изображая американцев, заигрались в одно и упустили другое. Там было много родовых травм, но теперь потихонечку они устраняются и устранены. Уже есть у Orlando дизель, что здорово. Ну, и в общем-то действительно удобная машина. Тем более после премьеры вагона, вы когда в свой вагон садитесь, вы головой о притолку не бьетесь? Наловчились? Нет, нет, у меня рост метр семьдесят один. Везет же. Не хватает, не хватает. Ну, я вот сколько раз садился в премьеру, столько раз башкой бился, а низкий потолок понимал, что я в деревне... Ну, есть у нас люди в клубе, которые под два метра ростом и ничего, есть. Ну, знаете, они и в метро тоже чувствуют себя не очень хорошо, хотя там с атмосферой все в порядке. После премьеры многое вам покажется немножечко удивительным в аппарате под названием Chevrolet Orlando, но у него хороший мотор, тот самый, который 1.8 140 лошадей, у него нормальный автомат и теперь уже нормальный дизель, есть из чего выбрать, у него реальные семь мест, сзади можно сидеть и при прочих равных условиях расчетов уберется. Что? Не слышу, простите. Из этих расчетов уберется, только хочу сиденья выкинуть и там сделать больше места. Дело в том, что у нас в клубе я отвечаю за приготовление пищи насущной, и у меня постоянно с собой казан, подставка под казан, мангал и прочее, и прочее. Александр, я представляю, какие фантастические шашлыки вы умеете делать. Это вот в вас чувствуется. Зайдите на форум Nissan Zimera Club, там все раз пишут. Охотно верю. И вы как раз тот самый человек с уважением относящийся к еде, который знает, что если тебе послали хорошее мясо, его нельзя портить кетчупом. Вот именно. Вот именно. И разными приправами мясо должно пахнуть мясом. Да. Да. Ой, Александр, снимаю шляпу. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Все, вы в эфире, говорите. Я в эфире? Да. А вот, просто долго очень уже минут 20. Хотелось спросить, выбираю машину для души, да, то есть, чтобы двигатель довольно был мощный. Чтобы там были всякие подогревы, вот это все, да. А надеялись на BMW пятерки девятого года. Вот хотелось ее вот лучше взять, либо все-таки сказать про несколько новых там машинах. Там, Honda Accord за миллион триста, там, миллион четыреста или вот. Юля, а к вашей трепетной душе и стремлению к большому количеству лошадиных сил предлагается тот самый персонаж, который за все за это платит? который с вами будет ходить по салонам и хмуря брови спрашивать, слышь, а документы почему такое палево? А он говорит, мамой клянусь, слушай, свежий, только что сам купил машин, хороший, вот документ печатал, мамой клянусь. Вот у вас такой есть? Есть. То есть вы на вторичный рынок вы идете на минное поле профессионального обмана. Вы там, на вторичном рынке, особенно возле BMW, специально для того, чтобы вам впарили тухлячину и сказали, что свежий, только что срезан, слушай, роза, вот ах, мамой клянусь. Вот вы там для этого. Поэтому как только вы подступаетесь к пятерке BMW, ну там вскрывается много неприятного и нужен мужчина, который может с этим как-то разобраться. Тогда да, тогда пятерка BMW, плюс вам будет... Нет, я имею в виду, что если есть человек, который вот может все посмотреть, то есть, ну... Это вы у меня спрашиваете, или вы его себе уже завели, этого человека? Нет, есть такой человек. Я вот спрашиваю, как бы стоит того, либо лучше все-таки новую машину, чтобы как бы не сомневаться, что в ней не так. Лучше новая. У вас насколько устойчивый навык управления заднеприводной машиной? Навык, ну как бы... Как-то раз были Жигули, видимо, заднеприводные. Нет? Юля, у вас какой стаж? Стаж, сколько лет вы за рулем? Ну, стаж небольшой. Ну, то есть, давно уже права, стаж совсем маленький. Реально, сколько у вас стаж? Ну, не знаю, там, полгода. Полгода. И вам нужна быстрая, мощная машина для того, чтобы убиться в первом же повороте, либо, наконец, спихнуть КамАЗ с дороги, потому что очень мешает. А мужчина рядом будет стоять и горевать. Говорит, Юля, при жизни ты была такая красивая, такая многообещающая. Не, мы как бы выбираем меньше молодого человека, вот он будет больше ездить. Ну, и как бы я иногда тоже буду. Иногда, это, когда у вас 500 лошадиных сил в повороте и непонятно, совпадает вектор с телеграфным столбом или нет, достаточно одного раза. Это, знаете, как с противопехотной миной. Один раз наступил и хватает на всю оставшуюся жизнь. Это я к тому, что вы точно ставите для себя вот эту цель во что бы то ни стало купить машину с мощным мотором. Это важно? Ну, чтобы динамика была, чтобы она как бы запас была всегда, что он знает, что она может как бы... Юль, динамика зависит от передаточных чисел коробки. И вы, наверное, обращали внимание, что троллейбус, когда он рвет с места, очень тяжело догнать. Троллейбус не бывает гоночным, но у троллейбуса такой крутящий момент, что его, чтобы догнать, нужно очень постараться. У Део Матис на первой-второй передаче такая динамика при мощности 51 лошадиная сила, что не всегда его можно со старта сделать. На какого машина поставили? На какого машина поставили? На долгую. Есть, например, бюджет, например, миллион рублей. На миллион рублей вы купите себе то, что ездит медленно. Либо на вторичном рынке вас обманут. И поэтому замахиваться на вторичном рынке, на машину с мощным мотором, это значит обрекать себя на поражение, потому что вам впарят аппарат, убитый, за тот самый миллион, при том, что он в молодости при жизни стоил, например, миллиона три. То есть это будет уже... То есть это будет в него складываться и складываться, да? Конечно, конечно. Тем более, что у него будут проблемы по документам, по пробегу, по всему на свете. Тем более, когда вы идете откровенно в логово бандитов и говорите «хочу БМВ». Неукладных БМВ на этом рынке практически не бывает. Они все с легким криминальным душком. Иногда пованивают прежним владельцам, иногда сверкают дырками в неожиданных местах в 7.62 на входе. Там есть всяческие трудности. А среди новых машин ну, миллион, плюс-минус, кредит, вот те самые товарные остатки с прошлого года и в том числе у БМВ и в том числе у премиальщиков, потому что БМВ, например, она еще в конце 2013 года продавала 2012 год и часть этих машин переползла на 2014. Там могут быть скидки, открывающие вам блистательную перспективу. Но мощного мотора не получится. А тем более, что динамика, она в основном в последнее время обеспечивается турбинами. И какой-нибудь Volkswagen Sirocco, у которого их целых две, он позволяет вам быть впереди потока. То есть на Volkswagen Sirocco вы телеграфный столб с двух сторон обнимете гораздо быстрее, чем на старой BMW своеобразной восьмеркой. И если такая цель стоит, то лучше новую, не обязательно сильно пафосную, но резвую. И эта резвость как раз проистекает от современных технологий. Две турбины в самую... А какого вы бы конкретно посоветовали от машины, даже если не сильно больше двигать? Я бы посоветовал еще раз трепетно посмотреть в глаза мужчине. Новости. Несколько замечательных вопросов на сайт. Александр спрашивает, несколько слов ему, так, ошибся Александром, на самом деле Владимир хочет. Стоит перед выбором Мазды. Он хочет либо ее с мотором 2.5, но вообще-то рядышком Kia Optima 2.4. Машинки вроде похожие, но в Мазде смущает российская сборка и шумиха по поводу зимнего старта. Корейцам вопросов нет. Я же на Элантре. Ваше мнение. Владимир, вы, к счастью, уже избавились от этой самой странной легенды по поводу непогрешимости японского качества. Вы теперь уже утратили очарование в связи с тем, что японцы никогда не ломаются. Прекрасно, понимаете. Да, и Мазда сама по себе далеко не лидер и зимним стартом благодаря SkyActiv там серьезные трудности. Конечно, они потихонечку преодолеваются, но вот есть корейцы. Kia Optima. Красавица. Замечательная машина. У вас очень позитивное отношение к Элантре. Не изменяйте. Уже просто забудьте про японцев. Японцы в ближайшее время будут уступать корейцам одну позицию за другой, сдуваться, и именно корейцы вышибут их потихонечку с самых серьезных рынков. Так что смело покупайте Kia Optima и вообще не смотрите даже в сторону вот этих вот несчастных, которые называются японцами, тем более Мазды. Илья вот о чем пишет. Недавно произошло пополнение в семье, а я мечтаю о Chrysler Pacific полноприводной, та, которая 4WD. Машинка достаточно редкая, очень мало по ней информации. В качестве эталона у Ильи, у него Audi A6, 2.8 Quattro, там места маловато. Так вот, Илья, боже вас упаси, купить когда-нибудь себе Pacifico 4WD. Эта машина, она в общем-то и в молодости не блистала здоровьем, а сейчас в престарелом состоянии она его полностью лишена. Pacifico – это машина, на которой у вас никогда не будет 100% исправного организма. То есть, какие-то лампочки не горят, чего-то где-то не работает, чего-то где-то не крутится. Если вы попадаете в ситуацию ремонта, вы обрекаете себя на дикое количество нормы часов, даже когда вы делаете все эти работы не у официального утиллера, а где-то в гараже у друзей. Если, условно говоря, вам нужно поменять какое-нибудь окно в двери у этой машины, разбилось. Это такая катастрофа. Для того, чтобы на Pacifico разобрать дверь, это нужно дня два. А потом еще собрать столько же. И в Pacifico самое смешное, а также самое неприятное, то, что в ней места вообще нет. Она очень маленькая. Она по салону не сильно больше 41-го москвича. Посмотрите, какая у нее ширина двери. Вот она такая здоровая. Она кажется осанистой. И впечатление, будто там ширина позволяет иметь три посадочных места в ряд. Ничего подобного. Два-два и что-то там в багажнике. И, ну, Audi Quattro, это, знаете ли, особенно с кузовом вагон, более полезная вещь. Поэтому, оставаясь Апологетом Audi, тем более полного привода Quattro, лучше искать что-нибудь в направлении привычного бренда и вообще бежать в сторону от американцев подальше и очень даже прибавленным аллюром. Владимир, здравствуйте. Алло. Здрасте. Добрый вечер, Сергей. Очень рад, что дозвонился. Звонил уже, наверное, второй месяц. Поэтому... Это вы на связи два месяца проболтались? Это какой же счет за телефон? На связи поменьше, но от удивления, что соединился, чуть было не догнал впереди идущую машину. Да, У меня вопрос сразу, чтобы не терять время. Вопрос, наверное, стандартный, но просто очень важен выбор, потому что собирался в ближайшее время решить вопрос. Замена автомобиля X3 в старом кузове 10-й год, 50-55 пробег. В принципе, машина исправна, но, как обычно, хочет чего-то более хорошо укомплектованного, интересного. В общем, выбор вкратце выпал на две машины. Это X3 в новом кузове и XC60. Сам немножко склоняюсь больше к 60-ке, бюджет порядка 1,8, сейчас еще всякие спецсерии в салонах. В общем, выбор катастрофически сложен. Владимир, а в чем проблема? Почему вы от BMW уходите? Летом ожидается пополнение семейства второго ребеночка. ждем. Вы замечательные. Во-первых, BMW смущает, пожалуй, только одним, немножко жестковато, особенно для пассажиров. И, кстати, новый тоже не особо мягкий мне показался. Ну, знаете как, вы диван с дверьми покупаете или машину? BMW, нельзя сказать, что он в этом отношении самый зубодробительный? Нет, конечно, машина, так сказать, на грани разумного, на мой вкус. Я, в принципе, когда езжу один, люблю достаточно активное вождение, но семья жалуется, я готов пожертвовать частью своих интересов на чуть более комфортную машину. В X3 в нем другая проблема. Если он, не дай бог, будет калининградский, то вы получите очень серьезную и трагическую разборку в случае какого-то гарантийного ремонта. Потому что представительство BMW вас тут же кинет и оставит один на один с дилером, а дилер вас тем более кинет. И BMW, оно в судах с удовольствием доказывает всем, что не имеет ни малейшего отношения к Калининграду, не понимает, каким образом кто-то использует товарный знак, и это все подделка, настоящая машина бывает только в Германии. Представительство BMW не несет никаких обязательств по автомобилям, выпущенным в Калининграде. И как только, вот посмотрите судебную практику, зайди куда-нибудь там, например, на газету.ру, там подборка вот этих дел. Люди купили себе X3 или еще что-нибудь калининградское, там все поломалось, естественно, они пошли к дилеру, дилер вытер об них ноги, что-то криво-косо сделал и не выдал ни одной бумажки о производстве гарантийного ремонта. Люди потребовали заменить товар ненадлежащего качества на то же самое, но прилично собранное. Дальше суд, и в суд приходит представитель BMW, который говорит, а мы тут ни при чем, мы это не делали, мы даже не знаем, откуда вы это взяли, а что это такое? Калининград? Впервые слышим. Откуда там завод? К нам отношений не имеет. Не удивляет даже. Вы не удивлены? Почему-то нет, у нашей стране уже тяжело чему-то удивляться. Да, да, и у меня 6 февраля будет с ними эфир, они уже сейчас заранее сказали, что сначала-то они, конечно, да-да, придем, а потом, ой, это мы что, будем отвечать, почему мы кинули столько клиентов? Нет, мы отвечать не будем. Они отказались уже от эфира, я им написал официальное письмо с просьбой ответить на вопросы, и вот то, что они ответят, если они, конечно, ответят, я, как их официальную точку зрения, в эфире оглашу. Ничего утешительного для клиентов, и в этой связи, конечно, от BMW, собранной в Калининграде, нужно бежать стремительно в противоположную сторону, хотя и машина, собранная в Германии, нынешний BMW, высокотехнологичный немецкий товар, там ведь тоже косяков столько, что не дай бог. А XC60, это интересно, эта машина более мягкая, более интересная, более тактильная, она вообще делалась в том числе в лаборатории, которую позвали женщин для обнюхивания, приглядывания и ощупывания. И у шведов, они в этом отношении молодцы, идут очень серьезно впереди планеты всей, у них именно так. Дамочки, давайте посмотрим, предположим, что вы будете за рулем XC60, вам нужно что? Где помягче, где посимпатичнее, где повитиеватее, где, что пахло приятно. У них эта лаборатория реально работает, и люди дают свои рекомендации. Нам бы хотелось, чтобы вот здесь было так, а здесь было этак. И это потом поступает в серию. И XC60, он будет более дружелюбный, потом, если не дай бог, типу мне на язык, у вас будет ДТП с пешеходом, то оторванную голову пешехода нежно примет не только капот, но и специальный аэрбэк, шведы этим очень гордятся, что ошметки пешехода нужно будет соскребать не только с бампера, но и вот с этого аэрбэга, потому что защита пешеходов теперь уже очень серьезная тема, и Вольво вырвалось вперед, оно тоже опередило многие страны вот по мягкости приема ошметков человеческого тела, и там есть такие приятные опции, особенно для женщин, как, например, автоматическое торможение. У него сейчас диапазон... В базе, по-моему, уже идет. Уже идет, и раньше они, например, на скоростях до 20 км в час себе это позволяют, сейчас до 60. Если, не дай бог, ваша жена едет по двору, и там какая-нибудь кошелка с коляской метнулась из ниоткуда в никуда, и человек не успел среагировать, машина успеет среагировать. Поэтому... А как она в двух словах, извиняюсь, перебила в плане надежности все-таки по сравнению с БМР? А надежность у них одинаковая. Они сделаны... Вот это я так и предполагал. Абсолютно из одной бочки под тем же законам физики, в том числе, и у них там много чего, знаете, с соседних фабрик. И разговоры о том, что вот на сегодняшний день надежность это инженерная составляющая, все, забудьте об этом. Надежность это заслуга только водителя. Вот владелец, за рулем человек, он может обеспечить изделию надежность. У него может быть надежные штаны, у него может быть надежный айфон, у него может быть надежный автомобиль. Но не сами штаны, не сам айфон, не сам автомобиль даже и не думали о том, что они родились на свет надежными. Понятно. Ну, к сожалению. Борис, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Борис. Вы дождались, это же здорово. Да, это просто здорово. Уже три недели, в отличие от Владимира, звоню, дозвонился. Значит, у меня ситуация. Жена где-то в марте должна получить права, но мы решили чуть пораньше заняться выбором автомобиля. И вот среди тех, что есть, что-то взгляд упал на Тежо 508-й, на Хонду Цивик, по-моему, 4D в хэчбэке. Или, может быть, вы что-то посоветуете? Ну, вашей жене советовать довольно трудно, но 508-й, это очень правильно. Габарит, конечно, великоват. Все-таки машина класса D, не все к этому привыкли. Но, сравнивая с вечно ржавым Цивиком, особенно, если он будет, например, из Англии, хэчбэк пятидверный, он английский. Я когда был на презентации на Сивике, машинка была белого цвета, она пришла только что с завода, где английские сэры лично в белых перчатках ее создали. Она была уже ржавая. У нее из-под краски проступала ржавчина. Ну, приятный момент. Ну, конечно, извините, что перебил. Все это понятно. Просто у него какие требования? Чтоб голубенькая и автомат. 508-я. Поскольку в этом вождения нету, то там, в принципе, на любую машину, по-моему, сесть и подучится. Подучится. 508-я, она бесшумная, она очень теплая, у нее блистательная шумоизоляция, у нее мотор, который позволяет себе 150 лошадиных сил и шестиступенчатый Айсин, это японская коробка, все-таки более-менее приличного качества. Но, если голубенький автомат, гамма голубеньких очень хорошая у Ситроэна. У Ситроэна, у одного из них даже базовый цвет был изначально голубой, специально в расчете на то, что у Бориса жена получит права. Ну да, надеюсь на это. А может быть, если говорите, что она большая, может быть, что-то другое вы посоветуете? Нет. Вашей жене шубку выбирайте сами под ее размер. До завтра.